Друзья, всем привет! С вами Алексей, вы на канале Донная Ловля. С 1 марта 2023 года вступают в силу обновленные правила любительского рыболовства. Обновленные правила коснутся пока только Волжско-Каспийского бассейна. Но и это, друзья, огромная территория с большим количеством рыболовов. А в будущем эти правила могут распространить и на всю территорию страны. Новые правила затронут каждого рыболова-любителя. В них установлены новые ограничения, новые запреты, новые нормы вылова и запрещенные новые виды рыболовства. Теперь обо всем этом подробнее. Начнем с того, что зимовальные ямы теперь будут находиться под полным, круглогодичным запретом. Сейчас рыбалка на зимовальных ямах запрещена только в зимний период. А с 1 марта ловить на них будет запрещено всегда. Полный запрет рыболовства на зимовальных ямах в Росрыболовстве объясняют тем, что зимовальные ямы являются не только местами зимовки водных биоресурсов, но и также являются местами отдыха и покоя их в другие периоды года. Поэтому, учитывая высокую концентрацию водных биоресурсов в зимовальных ямах, ловить там теперь нельзя и в теплое время года. Более того, зимовальные ямы и нерестилища теперь будут сопровождаться географическими координатами. Где искать простому рыболову эти координаты, пока вообще непонятно. Но если он случайно забредет после 1 марта на край зимовальной ямы и начнет ловить там рыбу, незнание закона не освободит его, друзья, от наказания. Еще одно нововведение в Волгско-Каспийском бассейне разрешает одному рыболову одновременно использовать до 10 крючков на разных удилищах, а в Астраханской области лишь до 5. То есть, любитель донок может сейчас поставить 10 удилищ по одному крючку или же 5 удилищ по 2 крючка, а в Астраханской области и того меньше. То есть, 5 донок с одним крючком или 3 донки, 2 с двумя, 1 с одним. Много это или мало решать вам. Я лично никогда не превышаю ловлю тремя удилищами с одним крючком. Но я знаю, друзья, есть любители заставить берег таким количеством крокодилов с таким количеством крючков на каждом из них. Более трех бывает. Теперь эти люди браконьеры. Внесены также поправки и в суточную норму вылова. Для любителей уехать, порыбачить на несколько дней или даже недель теперь все печально, друзья, все печально. Статья 45 теперь регламентирует сроки пребывания рыболова на водоеме. На одном месте в течение суток вы можете поймать только одну суточную норму. Но это в течение одних суток. Но если вы находитесь на водоеме двое и более суток, то поймать сможете только две суточные нормы. Если вы рыбачите, например, 4 дня и более, все равно улов у вас должен составлять не более 10 килограмм. И теперь, друзья, в суточную норму вылова входит вся рыба. Копченая, соленая, вяленая и даже замороженная. Как теперь быть любителем длительного отдыха и рыбалки? Ну, не знаю, не знаю. Изменения коснулись и зимних удочек. С 1 марта на зимней удочке обязана быть катушка. И разрешен всего один крючок. Все, кто рыбачит на популярную удочку кобылка, или еще на не менее популярное лещевое коромысло, теперь браконьеры, друзья. Более-менее, на мой взгляд, полезным нововведением является запрет находиться с сетями ближе, чем 500 метров к берегу. Даже если сети сухие и нет рыбы. Раньше у вас находилась сухая или даже неиспользованная сеть в автомобиле, например. Ее обнаружили, и никто ничего не мог вам предъявить. А вот браконьеров из-за нехватки персонала рыбоохраны поймать в процессе ловли очень сложно. Надеюсь, что это нововведение поможет все же инспекторам выявить больше браконьеров. Но, друзья, на одно полезное нововведение приходится 4 бесполезных. Я не знаю, зачем Росрыболовство изобретает велосипед, если честно. Ведь в Советском Союзе действовали очень продуманные, неперегруженные рыболовные правила. И примерно такие же правила действуют сейчас, например, в соседней Белоруссии. У нас же по факту выполнить все предъявленные требования, ну просто не представляется возможным. А значит будут нарушения. Да и никто рыболовам не объяснил аргументированно, зачем большинство этих правил нужны в принципе. Лично мое мнение, что закон этими поправками еще больше перегрузили. И для нас, рыболовов, это не очень хорошо. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Отдельно, друзья, еще хочу попросить вас оценить видео лайком и рассказать об этих новых изменениях своим друзьям-рыболовам. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, те, кто еще не подписан. Надеюсь, впереди будет много чего интересного. Всем пока!